Всем привет! Вы на канале Творческие Будни и сегодня я буду делать вот такое зеркальце. Оформление рамки может быть любым, но я наделала много вот таких декоративных элементов в процессе своих экспериментов с разными массами для молдов. Они мне очень понравились, поэтому в ближайших видео я буду их использовать. Ну и возможно из-за этого работы будут несколько однотипными. Для начала я измеряю зеркальце. Я его специально перевернула, чтобы отражение тут не сверкало в камеру. Длина и ширина у меня отличаются примерно 4 мм, а рамка у меня будет везде одинаковой ширины. Поэтому сначала я рисую квадрат нужного размера, отмечаю в нем серединку, а потом прикладываю зеркало и обвожу. Канцелярским ножом вырезаю квадрат для зеркала и примеряю его. Это будет внутренний слой рамки. Теперь вырезаю квадрат и по нему делаю еще одну такую же часть, но уже из более тонкого картона для внешней стороны рамки. Чтобы зеркальце держалось, внутренний квадрат я делаю примерно на полсантиметра меньше. В случае с карманным зеркальцем острые углы не очень удобно и это непрактично, поэтому я решила их скруглить. Соответственно и внутренний квадрат тоже. Если у вас нет такого инструмента, то можно использовать какую-нибудь крышечку подходящего диаметра или монетку. Прямые участки я вырезаю канцелярским ножом при помощи металлической линейки, а закругление маникюрными ножичками. Про эти закругления я вспомнила только с третьей попытки. То есть у меня уже есть две рамочки с острыми краями и в одном из следующих видео я хочу сделать рамочку магнит на холодильник. Теперь склеиваю эти два слоя, клеим титан. Примеряю зеркальце и отрезаю уголки. По этой заготовке я делаю заднюю часть зеркала. Картон здесь тоже беру тонкий. По краям отражается внутренняя часть оправы, поэтому я сначала ее покрашу, а потом уже буду приклеивать зеркальце. Здесь у меня получилось три слоя краски. Вот такой глянцевый картон лучше сначала шкурить, прежде чем приклеивать. Не обязательно снимать полностью верхний слой, но хотя бы немножко поцарапать. Чтобы клей не просочился на лицевую сторону, я промазываю им только боковые стороны окошка. Приклеиваю зеркальце и заднюю часть рамки. Излишки клея убираю салфеткой и ставлю сверху утяжелитель. С лицевой стороны делаю разметку для симметричного наклеивания декоративных элементов. Чтобы зеркало не испачкать, я накрываю его ранее вырезанным квадратом. Для обратной стороны рамки я беру рельефный обои с подходящим рисунком. Приклеиваю их, ставлю под утяжелитель и когда высохнут вырезаю. Смешиваю примерно в равных количествах ПВА и шпатлевку и этим составом замазываю торцы. Пока они сохнут, я по внутреннему периметру выкладываю полубусины. Вместо карандаша для приклеивания страз можно взять детские восковые мелки. Теперь, когда край высох, я его подпиливаю и выкладываю на него полубусины. В этот раз я беру чуть большего диаметра. Декоративные элементы приклеиваю при помощи ПВА. Вот эти полубусины, да и вообще все пластиковые элементы, лучше клеить на клей Титан или Момент. Излишки клея я убираю зубочисткой. Смешиваю белую строительную краску, гуашь и ПВА и окрашиваю в два слоя. Затем добавляю еще белой краски, чтобы получить более светлый оттенок и наношу губкой. Сзади нужно работать более аккуратно, с совсем легким нажимом, так как здесь рельеф не так сильно выражен, как спереди. И можно просто все закрасить светлой краской. Снова добавляю белой краски и теперь уже прохожусь только по самым выпуклым элементам. Я взяла акриловый паркетный лак, но это только потому, что мне было лень идти на улицу, чтобы брызгать баллончиком. Но это не лучший вариант, когда много таких мелких деталей, потому что он начинает пениться и эта пена потом некрасиво застывает. Чтобы излишки лака не забивались в углублениях, второй слой я наносила жесткой кистью. После высыхания соскапливаем лак с зеркала канцелярским ножом и все, зеркальце готово. Если понравилось, ставьте пожалуйста лайки, подписывайтесь, заходите ко мне на канал. До встречи!